Как задувают ветра на севере земного шара, можно только представить. И как ходит под ногами палуба тоже. Защатый пол, который прогибается, скрипит, как будто представляет для вас опасность или как минимум неуверенность в себе. На каблуках лучше не ходить здесь. Участники северных морских экспедиций открывали совершенно новый удивительный мир. И после нанесения на географическую карту он неизбежно менялся. Это демонстрирует один из самых уникальных экспонатов. Череп стеллеровой коровы или той самой морской коровы, обаятельного животного, которая пережила свое открытие всего лишь на 34 года. 34 года хватило человека, чтобы уничтожить всех морских коров, которые существовали на тот момент. Выставка, посвященная судьбе командора Витуса Беринга, открылась несколько лет назад во Владивостокском музее имени Арсеньева и имела большой успех. Сейчас экспозицию привезли в Хабаровск. В дни открытия из столицы Приморья приехал куратор и директор музея Арсеньева Виктор Шалай. Первая экскурсия эксклюзивна для телеканала «Хабаровск». И одна из загадок, которые долгое время человечество мучили, и мучили в том числе царя или уже императора Петра Великого, существует ли пролив между Азией и Америкой? Или он соединяется, два континента соединяются к решейкам? Это очень важно с геостратегической точки зрения, с геополитической точки зрения, потому что сегодня мы знаем, что не соединяется, что есть возможность северного морского прохода, и что эта дорога будущего только-только начинает в полной мере жить, особенно в сегодняшних обстоятельствах. Кроме открытия Берингово пролива, командор в ходе первой и второй морских экспедиций доказал, что Камчатка не соединяется с Японией, тщательно изучил границы Камчатки и Чукотки и вместе с командой совершил много других открытий. Умер Беринг в ходе второго путешествия на острове, который тоже носит его имя. Его могилу обнаружили в 1991 году и по останкам установили, как на самом деле выглядел командор. В ходе экспозиции это сможет увидеть и посетитель. Он умер своей, можно сказать, смертью, но будучи уже довольно пожилым по тем меркам человеком, который, повторю, претерпел огромное количество трудностей. И мы говорим, посмотрите, это лицо человека, который так много сделал, так много страдал, так много работал. И люди говорят, ну почему нет, они же не знают альтернативы. Но альтернатива и вообще интрига ждет в конце. В экспозиции также участвуют предметы из фондов музеев Камчатки и Комсомольска-на-Амуре. В Дальневосточном художественном она будет открыта до 30 июня. Анастасия Незнанова, Эмиль Соломин. Смотри Хабаровск. Комсомольска-на-Амуре. Комсомольска-на-Амуре. Комсомольска-на-Амуре.